Всем привет, друзья! Вот и настал момент, которого многие так ждали. Пятая часть альтернативного сюжета про Омнимэна из мультсериала «Неуязвимый», который прилетел в мир Ван Панчмана, чтобы захватить его. Омнимэн, после того, как пришел в мир Сайтамы, практически сразу показав свою силу, уничтожая сильных монстров, вступил в ассоциацию героев и заслужил себе место рядом с самыми сильными героями С-класса. Никто даже не подозревал его в том, что он хочет захватить их мир. Ведь для всех он был сильным героем, который защищает их от жутких монстров. И делал он это на протяжении трех лет. Все это время он изучал героев, их способности и уязвимые места. И вот настало время, когда он решил приступить к захвату их мира. Первое, что он сделал, это штурм ассоциации героев и уничтожение многих героев С-класса, в том числе Кибердемон Генос, Тацумаки, Серебряный Клык Бэнк, Световой Флэш, Атомный Самурай и Темноблеск. А также он вступил в схватку с бывшим охотником на героев Гарроу, который пришел спасать своего учителя Бэнка, с чем он успешно справился. Но позднее был избит Омнимэном и Императором Вильтрум Атраком, который пришел на помощь своему воину. Гарроу чуть не лишился жизни, его спас неожиданно появившийся Сайтама, который пришел туда забеспокоившись за своего ученика Геноса. Увидев его разобранным на несколько частей на земле, он был слегка взбешен. Но и то, что его обозвали лысым плащом, послужило рычагом для злости. Император Трак решил напасть на Сайтаму, после чего был уничтожен обычным ударом. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас вернуть видео, спуститься вниз и поставить лайк этому видео. Друзья, давайте наберем 2000 лайков, и шестая часть выйдет сразу на следующий день. А также не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнать о выходе нового видео. Друзья, в закрепленном комментарии есть ссылка на мой бусте, переходите и подписывайтесь. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами, как всегда, Аниманго и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, Сайтамы вместе с Кингом прибыли на поле битвы и увидели Геннста вместе с императором Вильтрума Трага и Омнимэна. Сайтама уничтожает Трага после того, как он решает напасть на него. После чего Сайтама идет к Омнимэну и пытается его добить. Но его прерывает нечто, которое падает рядом с ними. Все были в недоумении и не понимали, что это, кроме Омнимэна. Ааа, это еще что такое? Похоже на космическую капсулу. Из этой капсулы неожиданно на высокой скорости вылетает боевой зверя и сильнейшим ударом откидывается Итаму на сотни метров. Учитель! Вот черт! Как я мог его не заметить? Геннесс после атаки боевого зверя сразу нападает на него. Он не успевает попасть по нему, как зверь, встречным ударом булавой, впечатывает его в обломки. Кинг, который стоял неподалеку, был в шоке из-за происходящего. О, вот черт! Ну где же Сайтама? Почему он не возвращается? Геннесс в порыве ярости кричит, что уничтожит его за то, что он посмел ударить учителя. Он заряжает свою огненную пушку и стреляет в зверя, который отлетает на несколько метров. Он, как ни в чем не бывало, встает на ноги и стряхивает с себя пыль и зловечно улыбается. Ой, как больно! Зверь смотрит в сторону Геннесса и замечает, что в обломках лежит Нолан, он же Омнимэн. А, Нолан? Хе-хе-хе! Какое посмешище! Ток, что ты здесь делаешь? Я искал Трага, но не смог его найти из-за того, что вы все прилетели на эту планету. Узнав это, я решил полететь за ним. Я хотел сразиться с Трагом, но, как вижу, этому теперь не бывать. Я надеялся, что он сможет дать мне достойный отпор. Но раз он пал от рук каких-то землян, думаю, я ошибся в нем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе... Чего ты смеешься? Ты не ошибся насчет Трага. Просто на этой планете есть сушество намного сильнее всех нас вместе взятых. Включая тебя. Хе-хе-хе-хе... Омнимэн нервно смеется над боевым зверем. Ох, Геннесс! А где Сайтама? Я что-то уже волнуюсь. Не знаю, но я сейчас испепелю этих гадов. Геннесс атакует зверя, но тот встречает его своей булавой, которым он бьет прямо в лицо и ломает часть лица Геннесса. Тот был в шоке от его скорости и силы размаха. Зверь настолько быстро ударил его, что Геннесс не смог даже заметить этого. Но это не останавливает нашего Геннесса, и он целится на зверя и применяет испепеляющую пошку. Происходит большой взрыв, после чего поднимается большой столб дыма. Хм, понятно. Значит, там, откуда вы пришли, тоже есть монстры. Геннесс, уверенный в том, что он уничтожил зверя, целится в Омнимэна. Это конец. Внезапно, из-за своей спины, он слышит смех зверя. Хе-хе-хе-хе-хе... Твоя атака не смогла даже подпалить мою шерсть. И это все на что ты способен? Геннесс на высокой скорости поворачивается к нему. И в попытке ударить его, сам же получает слишком большой урон от его сильных ударов. Он понимает, что в одиночку ему с ним не справиться. И он зовет на помощь Кинга, который все это время неподалеку наблюдал за происходящим. Ооо, помочь? Вот же черт. Блин, мне ничего не остается, кроме того, как убежать отсюда. Но я не могу оставить Геннесса. Мотор Кинга зерекатал. И все на поле битвы услышали это. Кинг, черт, плохо дело. Это еще что такое? Это мотор Кинга, сильнейшего человека на земле. Если мы слышим этот звук, это означает, что он готовится к атаке. Будь бдителен. Омнимэн поднимается на ноги, чтобы избежать свою смерть. Он понимает, что раз уж мотор Кинга зерекатал, ему нужно держаться от него подальше. Он говорит зверю, что им нужно действовать вместе, чтобы попытаться хотя бы убежать оттуда. После этих слов, зверь поворачивается к Нолану и говорит ему, чтобы тот убежал, если настолько боится. Кинг, значит... Хе-хе-хе-хе. Надеюсь, ты сможешь утолить мою жажду битвы, которой мне так не хватало все это время. Я бродил по вселенной в поисках противника, который смог бы дать мне достойный бой. Надеюсь, Нола не ошибся в тебе. О, вот черт. Сайтама, где же ты? Кинг, не пользуйся своей ультимативной волновой пушкой. Ты заденешь героев и весь город напротив себя. Услышав эти слова, боевой зверь провел языком по своей морзе, в предскушении битвы против Кинга. И как только боевой зверь начал двигаться к нему, неожиданно сверху атаковал герой С-класс и стальная бита. Боевой зверь отражает его атаку своей булавой. Бита приземляется на землю и начинает орать на Омнимена, предателя, который на протяжении трех лет выдавал себя за героя. Да еще и заодно с монстрами. Омнимен говорит, что это не обычный монстр из земли, а пришелец совсем из другой планеты, как и он. Стальная бита отвечает, что ему плевать на это и что он намерен выбить из них всю дурь. Боевой зверь незамедлительно нападает на биту, который со всей силой встретил его своей битой. Но зверь схватил его руку и сильно сжав, сломал ее и ударом с булавы откинул его. В этот момент Геннесс с помощью ракетных ускорителей на своих ногах летит на зверя и бьет его в туловище. Но тот, ничего так и не почувствовав, хватает руки Геннесса и выдергивает их. Из этих же рук выходят энергетические молнии, которые окутывают зверя. Тот кричит от боли, но быстро привыкает к ней. И как ни в чем не бывало, хватает кибернетические руки Геннесса и сжав их своими здоровенными лапами, превращает их в лепешку. Геннесс остается без рук, но он не намерен останавливаться. Геннесс продолжает атаковать зверя, но все без толку. Боевой зверь намного превосходит Геннесса в скорости и в силе. В это время из-под обломков поднимается стальная бита и моментально оказывается за спиной зверя и пытается его ударить. Но тут внезапно он сам получает сильнейший удар в корпус от Омнимена. Ток, спасибо, что отвлек их, пока я переводил дух. Как бы мы ни старались, нам не справиться с Кингом. Еще тот лысый парень, которого ты и откинул, когда вырвался из капсулы, тоже невероятно сильный. Это он убил Трага. Что? Какой лысый парень? О ком ты говоришь? Я не мог открыть люк из-за жестокого приземления, поэтому пришлось вырваться оттуда. Я даже не обратил на него внимания. Но раз он улетел от моего удара и до сих пор не появился, значит он слабак. И то, что он смог убить Трага, говорит лишь о том, что тот был слабее него. Как бы там ни было, я пришел сюда за битвой. И даже если мне суждено умереть, я хочу, чтобы это произошло от рук достойного противника. Нападайте уже! Стальная бита встает на ноги и бежит на Омнимэна. Но боевой зверь бьет его своей булавой и сбивает с ног. После чего Омнимэн жестоко бьет его ногой по голове и разламывает его череп. Кинг был в шоке от увиденного и начал звать Сайтаму. Геанас в порыве ярости врубает свою мощность на полную и заряжает свое ядро для супериспепеляющей пушки. Но он не успевает это делать, так как зверь прерывает его мощнейшим ударом в корпус, который пробивает его защиту и валит Геанаса на землю. Вот же черт! Опять? Эй! А ну отойди от него! Сразись со мной! Я тут сильнейший человек на земле! Ох, мне нужно хотя бы потянуть время до появления Сайтамы, который, я надеюсь, скоро придет. Ну или других героев. Где же все? Боевой зверь поворачивается к книгу и идет к нему. Я слышу грохот. Это так называемый мотор Кинга. Ха-ха-ха-ха-ха. Посмотрим, на что ты способен. Ох, он идет ко мне. Все, это мой конец. Некоторое время назад. Где-то в городе Эй. А, монстры? А чего он делал в той странной штуке? Я ему сейчас устрою. А? А что это за шум? Сайтама поворачивается и замечает неподалеку магазин, где на рекламном щите написано «Распродажа». А-а-а, распродажа высококачественного мяса? Ура, а то из-за того идиота я уже потерял то, что купил. Сайтама, ни о чем другом не думая, идет в магазин, так как ему плевать, что происходит. Если это касается распродажи, он сделает все, что угодно, чтобы туда попасть. Чем ему помог боевой зверь, который закинул его в город? Сайтама зашел в магазин и увидел длинную очередь. А-а-а, вот же черт, придется подождать. Очередь Сайтамы дошла, и взяв высококачественное мясо и капусту, он идет домой. А дом его находится где-то в городе Зет, где в данный момент и происходит сражение героев против боевого зверя и Омнимена. Тем временем, на месте сражения, стальная бита только что умер от рук Омнимена, который проломал ему череп. Боевой зверь расправился с Геннессом. Единственный герой, который остался на поле битвы, это Кинг, который отвлек зверя на себя, чтобы он не добил Геннесса, в надежде, что Сайтама придет или появятся остальные герои. Кинг, покажи, на что ты способен. Надеюсь, ты меня не подведешь. Мотор Кинга начал рокотать сильнее, и этот звук начал раздражать зверя. Ммм, как же меня бесит этот грохот. Чего ты стоишь? Не хочешь атаковать первым? Хорошо, я начну. А, Геннесс, тебя что, опять побили? Нет, учитель, простите, я вас подвел. О, опять он. Черт, мне нужно свалить отсюда поскорее, иначе мне точно конец. О, Сайтама? О, ну наконец-то. Ты кто еще такой? Уйди из дороги. Омни-мэн видит Сайтаму и понимает, что у него нет ни малейшего шанса против него. Поэтому, пока они говорили, он резко поднялся в небо и улетел оттуда подальше. А, улетел. Эй, ты, я сказал, уйди с дороги, мелкая лысая. Сайтама с одного удара впечатывает боевого зверя в обломке здания, разрывая его тело на части. Звер не успел даже понять, что произошло. Как смерть настигла его. Достали, блин. Ненавижу, когда меня зовут по геройскому имени. Надо будет опять обратиться в ассоциацию героев и попросить их изменить мое имя. Учитель, вы в порядке? А, да, все нормально. А ты сам-то как, жить будешь? Да, я буду в порядке. Мне не просто нужно стать сильнее. Учитель, извините, я... Да ладно тебе, Геннесс. Ты сегодня проиграл, но завтра ты будешь еще сильнее. Так что не стоит опускать голову. Так точно, учитель. Вы очень мудры. Геннесс, ты серьезно, что ли? Ну да ладно. Я рад, что Сайтама пришел вовремя. Если бы не он, мы бы все сдохли. Пока они говорят, Бэнк вместе с Гару практически одновременно приходит в себя. Сайтама замечает старика Бэнка и кричит ему, в порядке ли он. Тот радуется встрече с Сайтамой и, осмотревшись, он понимает, что Сайтама расправился со всеми. А еще серебряный клык Бэнк был тронут тем, что Гару пришел спасти его. Но неожиданно его разочаровала смерть Стальной Биты. Сайтама и остальные пошли домой. На место событий пришла Ассоциация Героев и забрала всех пострадавших и павших героев в бою. Где-то в космосе. От земли несколько тысяч километров. Черт, этот ублюдок. Он расправился со всеми сильнейшими воинами Вильдрума. И с одного удара императором Трага. Если слухи не врут, то на далекой планете Вилькрус есть сушество, способное позвать кого угодно из других вселенных, которых бесконечное количество. Я сделаю все, чтобы уничтожить тебя. Сайтама, дождись меня! Сайтама, дождись меня! Сайтама, дождись меня! Субтитры создавал DimaTorzok